Дота Пит Дота Пит Дота Пит Матч в сетке венеров Победитель выходит в гранд-финал квалификации Будет биться в следующем матче за слот Проигравший падает на империю И возможно сегодня сыграет с империей Но так как импайр у нас где-то в открытых квалификациях бьются Вполне возможно, что этого матча сегодня не будет Но об этом попозже Сейчас, думаю, самое время представить команды Ну да, ну как тебя там с коннектом? Ты законнектился уже? Да-да, я в игре... Ну что, давай начнем, наверное, с Na'Vi Дэнди будет играть у нас на Timber Soul Конечно же, на Ченни, само собой, будет играть у нас и Ваня Артстайл На Санека будет играть на Оракли На Вивере будет играть Дети Ара И, конечно же, на Сенкинге у нас будет Генерал Ну и команда Virtus.pro Соло будет играть на Вичдокторе Рамзес 666 будет играть на Фантом Ассасин Ноуан на ДК Лил будет играть на Веспе На своем сигнатурном когда-то Ну и Паша на Хартлинии сыграет на Бэтрайдере Да, ну что ж, была у нас небольшая микропауза Я надеюсь, что там никаких проблем у ребят нет И, наконец-то, начинается игра Я так понимаю, никакой ранней агрессии на рунах у нас не предвидится Все-таки Дэнни здесь заберет для себя рунку на боте На топе, конечно же, забирает для себя NoOne Что сказать можно по прошлым матчам этих команд? Ну, в принципе, в этом сезоне после International сыграли всего один матч Na'Vi Они сыграли с Империей 2-1 победили Это как раз было на квалификациях Dota Pit Там самыми разными стратегиями играли Но, в общем-то, тяжело сделать какие-то выводы Были какие-то слухи Опять же, Lost'ах активно распространял Что у Na'Vi проблемы с составом Но сейчас мы увидим, насколько они готовы Думаю же, должны быть в хорошей боевой форме Потому что со дня на день стартуют квалы И их нужно играть Парням скоро стоит попотеть Опять же, если они хотят все-таки на этот мейджор попасть Просто так их уже никто туда не пригласит Да, и самое время доказать, что все-таки Ребята могут играть и могут играть хорошо Ну что, давай посмотрим расстановку по лайнам В миде у нас будет противостоя Антиберсоу и ДК И, собственно, Дэнди против Ноуана На боте у нас будет Санейка сопортить Дитяра Дитяра будет стоять, опять же, против неприятной даблы В виде Бэтрайдера и Виспа Опять же, неприятно против них стоять За счет того, что все-таки под стаками Напалма Там очень больно будет выжигать у нас Бэтрайдер Ну и на топе, само собой, генерал в оффлейне против Фантомки В виде высполнения Рамзеса И сопортить здесь Соло ему Кстати, вот генерал загулял сейчас далековато, но там Касочки, водка, типа, за счет этого пока живет Но вот его начинает харассить и очень больно пробивает У него Барустрайка нет, у него есть пассивка Вот только сейчас песочки прокопал, но в Вижне, к сожалению, нет никакого на него И вот это, наверное, провал небольшой от команды Виртус Про В целом Да, но длительность маленькая Ну, относительно такая Ну, 40 секунд такое, если нет Я не знаю, долго очень будет там находиться В прошлом было у Санкинга длительность песка 20 секунд, и можно было его вот так вот подождать Но 40 секунд, конечно, здесь ждать очень-очень долго Как мы видим, он успевает даже неплохо зарегениться Да, и генерал здесь очень много времени выигрывает Но у Соло нужно было, конечно, привести себе Какие-то, может быть, еще дополнительные дасты Или сентри Я так понимаю, они рассчитывали все-таки на вот этот сентряк Но там буквально пару шажков не хватает генералу, собственно Для того, чтобы его видели То есть далеко вот стоит сентрик И генерал за счет этого выживает Сейчас фласка шикает, пивается Очередные песочки И, собственно, фуловый генерал Это, конечно, провал от команды Virtus.pro Нужно было все-таки в теории предвидеть этот момент Что все-таки там есть неприятный такой сентрик И нужна просветочка Ну а что толку-то? Теперь уже фуловый генерал Он уже третий левел имеет Прокачал в единичку Бороустрайк И его как-то уже тяжеловато будет цеплять Да, кулдаун песка меньше, чем его длительность Поэтому здесь действительно без сентрии было никуда Так что генерал у нас начинает очень неплохо Если говорить про команду ВП Они сыграли очень много матчей Как раз-таки после Интернешнл в своем новом составе В частности победили на квалификации на The Summit Но, скажем так, это могло помочь Нави подготовиться Как-то к этому матчу Какие-то заготовки В ВП были действительно такие необычные темы Как соппортящий Вивер Был, по-моему, даже соппортящий Слардар И, в принципе, играют они достаточно уникально Ну, посмотрим, вот, кто сейчас сильнее Матч, на самом деле, достаточно важный С моральной точки зрения, опять же Ой-ой-ой-ой-ой Там Курьера, тем временем, в миде подрезали Неприятно с Ботлом Опять же, был Курьер Отлично сыграно от, конечно же, товарища Санэйка Я так понимаю, все-таки иллюзиями он там, да Вышел за Тавр, запинал И Курьер отправится в Таверну В Virtus.pro, теперь у No.1 в миде нет Курьера Это большая проблема И такой достаточно халявный получился здесь, конечно, фраг На этом Курьере много золота Пока что все еще 0-0 по килам Но только Курьер пострадал На нижней линии Санэйка на Оракле Играет против Бэтрайдера Бэтрайдер не самый лучший герой против Оракла Можно сбросить себя в стаки Бэтрайдер сейчас может пострять, потому что у него сейчас кончится фаерфлайн А тут уже на подсеве, если что, находится рядышком Лил И, собственно, за счет этого только Паша выживает Но хотя, на самом деле, дитя Рана кидывает ему не слабо так по лицу Вот, собственно, если бы Виспа не было рядом Конечно, скорее всего, Паша бы отправился в таверну Да, ну, в общем-то, здесь Паша Тоже неплохо стоит пока что Самое главное то, что он не уходит со своей линии куда-либо Он остается на этом лане Опять его начинают разминать Есть у Чена еще проказ Но у Паш слишком много ХП Теперь начинают грызть Лил Лил отходит Есть тизер Ну и здесь вряд ли поймают Виспа Очень круто разводят пока что парочка игроков Виртус Про Залетает Паша на хайграунд Здесь Вивер И, возможно, это фраг на Лиле Но у Вивера нету маны Лил пытается сбить паучков Отпивается Ботлом И все же тычка долетает И оформляет дитя Раферсблат Отлично сыграно Да, все-таки До Мансири дожали этого Виспа Да, очень хорошо Мансири, на самом деле, игроки команды Виртус Про То есть там сначала побили одного Побили другого То есть, ну, они были в шаге, на самом деле, от того, чтобы выжить Но в итоге В любом случае, лучше уж Виспа пускай заберут Нежели Бэтрайдера Ничего страшного Ну, в принципе, да Но, с другой стороны, все равно это хороший килл И при этом генерал Так же, как и Паша В свою очередь, он со своей хардлинии не уходит Постоянно здесь развлекает Вичдоктора Не дает Вичдоктору никуда уйти Отводить Постоянно заставляет перетягиваться Потому что Фантомки стоять все-таки против Санкинга Не так уж и круто За счет Кости к финале Но мы видим, что прогнать Санкинга не могут Так, у нас тут Виспа, тем временем, очередной раз нашли Ну, как выход? Тут Висп мимо пролетал Я так понимаю, до сих пор, когда они сделали эту штуку Что анимацию урон на нем не видно То, зачастую, смотришь, как Висп летит в инвизии Вроде бы, его должны бить, а его никто не бьет И ты, как бы, немножко теряешься в этом моменте Ладно, в любом случае, там Смоки были разбиты от Артстайла Сейчас будет выход с двумя кентаврами на топ Я так понимаю, куда-то, возможно, Фантомку будут цеплять Но пока далековато находится Фантомка Я не знаю, куда отправится Ваня Давайте смотреть Должен понимать Там, вроде, замечательно, но нечем подцепить Нету какого-то камня дистанционного, сеточки И, конечно, здесь очень тяжело будет оформить килл Соло может быть найдут, вот как вариант Да, там Борустрайк, вот есть у Генерала, да Третий левел, причем уже, кстати, очень быстрый левел Тут у нас у Генерала, тем временем, в оффлене Гонится за Соло Но Соло там, вот, все-таки достали его под копчиком И могут быть у него огромные проблемы Да, по таймингу залетает первый стан Второй стан, касками успевает Соло откинуться Но это фраг, в любом случае, для команды Нави На развороте забирает у нас также артстайл Драка продолжается Вовремя перетягивается до лил Также здесь уже ноу-1 И вторая ничок Просто зажимает Генерала И Генерал опять за счет песков Неужели опять Вив живет на ровном месте? Да ладно Под копы еще на развороте Забирает также нас Вич Доктора Отправляет его в таверну И только сейчас умирает Генерал И в итоге драка у нас прошла 2 в 2 Вот так вот Виспа забрал Ну да, слишком долго Висп стоял Получал от хентавров И в очередной раз Генерал Ну купите уже какую-нибудь там просветку Что-нибудь Я вот смотрю на Вич Доктора У него были варды Но по-моему По-моему он их Нет, по-моему все-таки он их на базе забрал У него даже не было вардов Он просто убегал И песок просто нечем контрить Это, конечно, огромная проблема сейчас Нападение на Вивера Но, честно говоря Вич Доктором, Виспом И Бэтрайдером без Лассо Вивера подцепить Задача слишком тяжелая Ну да, тем более Там уже есть таймлэпс Ну, ничего страшного Что ман не хватает Но стики есть Опять же, если что Можно было бы прожать Так что, да, действительно Законтролить этого персонажа Очень сложно Как ни крути Так, у нас на топе Очередной подкоп Тем временем Ранзес Пошел блинк Тем временем неплохой От Фантомки Фантомка выживает Хорошо, да Разминцевал здесь парень И выжил за счет этого Потому что я видел Кто-то телепортировался Но мы все-таки поняли Что лучше, наверное, не прилетать К сожалению, не увидел Цвет, кто летел Ну и начинает подкушивать На нижней линии Вивер Витера Аккуратненько Здесь пытаются Размять Бэтрайдера Оракал Бэтрайдеру тяжело От Вивера улететь Но, тем не менее Где-то здесь в лесах Затерялся И спокойно уходит Слишком далеко Здесь Витера Решил не дайвить Ну и спокойная, на самом деле, игра Несмотря на то, что счет 3-2 То есть не очень торопится Агрессировать ни одна из команд Все более-менее ровно стоят Давайте посмотрим, наверное, форсы Как у нас обстоят дела По фарму Конечно же Ну и мы видим, что топ-2 героя на Ави Все-таки фармят получше Опять же, дитя Райденги Находятся на вершине Отстают немножко У нас Рамзес на пару С Ноуаном Но ничего страшного Я думаю По ходу игры догоним По идее Так что все-таки На таких героях, как Вивер Особенно на абсолютном фри-фарме Фармить попроще Нежели на фантомке какой-нибудь Который тебя Периодически напределяет Товарищ генерал На своем сентябре Так, у нас в Смаках Тем временем Вылазка от Виртус Про Он летит на спашу Паши Пока лассо нет, к сожалению Ну что, неужели будет Просто так Дэнди разминать? Да, стан залетает по Дэнди Дэнди отталкивает его Поближе к Тауру По двумя стаками Уже напалм он находится Плюс Заюзал Инвиз Дэнди уходит на Тимберчейн И очень далеко Дэнди, слушай Он еще может и выжить У него опять же Есть еще один заряд Если что, рейндропа Еще один Тимберчейн Неплохой Четырестак На нем уже напалм Продолжает за ним гнаться Но почему же никто Не прилетел на подсейф-то? Да, никого действительно здесь нет Там пишется, что у меня Небольшие проблемы с микрофонами Я, наверное, на всякий случай Еще сделаю один репут Благо трансляция идет от тебя И ворвусь буквально через пол Конечно, конечно Как тебе будет удобнее Главное, чтобы нашим зрителям Было более-менее удобно смотреть А я пока в соло поговорю Что тут есть Да, в миде продолжает Генерала развлекать Ноуана Генерала больно Но прожимает стики Проблем у него никаких с ХП не будет Ну а там на топе Тем временем Вот Virtus.pro Начинается пуш-т1 Возможно, нави просто отдадут его И драться не будут за этот тавер Хотя, с другой стороны Сейчас Дэнди вернется из таверны И посмотрим, куда он полетит Нет, все-таки летит на топ И действительно, возможно, будет какой-то деф Да Пока боятся врываться на Дэнди Хотя, Критуля залетает От Рамзеса неплохая Очень больно Дэнди Опять же, у него пока стаков не было Реактив фармора Его пробивают очень быстро Но вот сейчас у него уже 14 стаков И бить его, ну, наверное, себе дороже Все-таки Так, в миде тем временем Подрубается форма от Ноуан Огонит генерала по Тауэр Генералу, конечно, неприятно Опять же Это только первая форма Ядом пробивает, конечно Очень больно Нужно отойти подальше На безопасное расстояние И, наверное, с ДК Пока он в форме драться не стоит в соло Ну и на боте в это время Дрэгон Лэнс чувствует себя очень хорошо Мы видим, что топ-1 по Нетворсу Да, там Рамзес начинает Тихонечко догонять Но в любом случае У Дитяра все прекрасно Не загораем покупкой Опять же Какой-нибудь линки Потом, я не знаю По накатанной пойдет По накатанному билду Какой-нибудь пойдет Я, правда, не знаю Что мы будем, конечно, собирать В этом мэтте мы увидим Я думаю, попозже чуть-чуть Ну и в миде у нас, возможно Сейчас будет вылазка От Санейка на пару с генералом У Санейка, кстати, есть ДД Что немаловажно И, возможно, проблема будет у Ноуана Тут еще Артстайл подходит С своим зоопарком Кстати, очень хорошие крепочки Опять же, тролль-сеточник А там на топе тем временем Все-таки одолели Дандимон И Дандимон загулял немножко И втроем Все-таки через лосо Я так понимаю Бэтрайдера Да, действительно, через лосо Было хорошо реализовано Дэнди отправляется в таверну Ну, пока такой себе пуш по миду Не удался от команды Нави Отбиваясь у нас в Виртус Про Малой крови Причем там, опять же, третий уже Брэйсфайр есть у Ноуана Очень неплохо можно задувать И запушить, конечно, тавер будет сложновато Да, и правильно делают Нави Перемещаются обратно они на топ Возможно, сейчас там будет Какая-то попытка выйти на Рамзес А может быть и на тавер Как вариант, посмотрим Так, у нас тем временем летит на бот Ноуан Здесь у нас находится Соло Пока Детяра У Детяра на деф ничего нет Не доформил он себе Мы пока видим Линкин Сферу Заформил себе Драгон Лэнс Как уже и озвучилось На топе тем временем Выход на Рамзеса Привязали Рамзеса Будет ли какой-то подкоп Но контролить нечем Тут уже Лил Тут как тут на подсеве И на развороте Еще могут лица поломать На самом деле эти два ребят Два пацана Но пока Пока увы Хотя вот подкопали неплохо Лилу У Лилу огромные проблемы Лилу похоже умирает моментально Да, драка продолжается Гонится за Рамзесом Зацепили сеточка его Но блинк у него есть Крепочки пока правда Единственное что далеко Подкоп очередной от генерала Неплохой Съедряет Мангус Пошел еще Эпицентр сверху Рамзес тоже отправляется в таверну Это минус Два в исполнении Нави И выход на тавер На топе На Т1 Что ж, я вижу Мой сокастер уже вернулся Камера работает Да, я вернулся Надеюсь, что у меня Все в порядок Вроде более Ну отлично 6-4 Как посмотрю Здесь пока что Нави начинают давить Но особого преимущества При этом у них нету Как и по графикам Так и по ТВ-рам И вообще По нетворсам тоже Ну немножко вырывается Вивер Так, бетраидер на хосте Находит Дэнди Опять в очередной раз Прям такой дежавю На этом моменте В прошлый раз Я как раз и отошел Дэнди Большие проблемы Дэнди забирают На этот раз перетягиваются Дитяра Пытается ему помочь Очень больно раздает По вивер Но у Дитяра тоже проблемы Дитяра есть ультимейт Восстанавливает КБ Тут же получает просветку И последняя тычка Да, взлетает дыхание Там Брэйс Файер Прям кончиком буквально Достал Дитяра Конечно был близок Чтобы он уйти Наверное все-таки Но да Брэйс Файер не простил Очень много урона залетело Это на ровном месте Минус 2 Очередно ответные От команды Virtus.pro В свою очередь Я напомню, что Дэнди Уже умер один разочек на топе Все-таки тоже загулял На Тимберсол Конечно же Да, так Хасту Удачно нашел здесь Паша И в принципе Мы видим 3 смерти у Дэнди Это очень много для мидера У него довольно маленький Нетворс Годрайдер с блинком Сейчас должен был заметить Чена Возможно краешком Здесь зацепил Или даже нет Потому что так остается Здесь фармить Ну и вроде как Нави продолжают Пытаться поддавить Заходят во вражеские леса У них безусловно Сильная сторона Это вот этот Тимбер И Вивер под Ораклом Но совершенно непонятно Почему Оракл Не приходит на помощь Тимбера очень тяжело Убить под Ораклом Да и пик у ВП такой Что станов не так много Есть каски Но ими цеплять Не очень круто Есть лассо И есть стан ДК Из всего из этого Может спокойно Оракл вывести Нажатием одной кнопки Да, пока непонятные мувы Но мы видим Что Дитяра не торопится Покупать себе Линку какую-то Купил себе уже ПТ После Драгон Лайнса Ну не спеша фармит Опять же Ну с другой стороны Почему бы и нет Может себе позволить У него все не так уж и плохо На Творце мы видим Пока его обогнал только ДК До этого он был на ТОП-1 А там тем временем Виртус Про в смоках Отправляются в атаку Вот только вопрос Найдут ли они кого У Паши кстати Уже появился блинк И это наверное знаковый момент Что нужно по КД уже Идти и врываться Да, пик хороший По две спа Как раз таки Можно очень неплохие Оформлять здесь вылазки И Нави Нави все что остается Это держаться в пятером Чтобы нельзя было Их вот так вот цеплять Более того у них Чен И как бы на это они и рассчитывали Начинают ломать ДВРа Но проблема в том Что у Вивера пока что Артефактов на дэмэдж Не особо много Тимбер такой себе Боец с ДВРами В отличие от пика ВП У которых есть ДК Есть Фантомка с Блайтстоуном В перспективе Дизолятор И вышки падают Падать будут быстро Дэнди Врывается Получает стан Здесь же Сэн Кинг Стаггер залетает Очень неплохо Дэнди раскручивает Свою пилу Очень много дэмэджа Ейрал спасает Раскастовывает Эпицентр Висп уходит На лоу ХП Остается Вич Доктор Вич Доктора забирает Оракл Сэн Кинг взрывается После Фоллс Промиса Ну и Бэтрайдера Здесь очень много Огня на Лилу Однако цепляют Бэтрайдера Заканчивается У него действие Файрфлай Минус Бэтрайдер Возвращается Висп Неплохо продемажил Ульт Чена Спасает Чена В последний момент Но прыгает Фантомка И добивает Боже, какие драки Просто происходят по КД Лила тут тоже, конечно же Не отпустит Лил тоже лопается Остался в живых Пока только один Рамзес Рамзес очень битый Ну и скорее всего Должен уходить Опять же У него уже блинка имеется Если что Даже на крипа уйдет Хотя Возможно Дитяра так не думает Но нет Не стал давить Далековато Так что В итоге Драк у нас вышло 4 в 3 Размен Произошел Опять же В пользу команды Нави Конечно же Самое главное Что в этом всем замесе Выжил Дитяра Да Дитяра выжил И подформил себе Как раз таки Дизоль Да и в принципе Размен Ну чуть больше героев Забрали Нави Ну не сказать Что в большой плюс Для них вышел Все таки вышку Они потеряли И опять же Увп здесь Ну пик смотрится Помобильнее И поинтереснее Для того же лейтгейма Нави все таки За счет Чена Очень очень нужно Сейчас постараться Как-то Заработать себе преимущество Вот собственно Чен После каждой Такой проигранной драки Чен вынужден Возвращаться Регениться Возможно набирать Новых крипов Это слишком много времени Да конечно Неприятно Да и плюс Если лишний раз Подфиживать Этими крипочками Тоже Далеко не в плюс Команде Нави идет Ладно в любом случае Сейчас возможно У нас будет Драка На Рошпите Да Поцепили Денни Тем временем Около руны Наверное все таки Не стоило так Опромечиво Уходить в соло За руны иллюзии Все таки Денди умирает И это заход на Рошана От команды Виртус Про Но я не думаю Что Нави пойдут драться Потому что все таки Без Денди Моно не вариант Да здесь без Денди Конечно Ну он очень много Вписывает дэмэджа В драке Счет 10-10 Но на Рошане Драться тяжело Накидывает вивер Как может паучков Заходит сатир Но здесь Вич Доктор С третьим хилом И отцелять Кстати еще Дитиара Сейчас еще может подстрять Да Сразу юзать таймлапс Тут подкоп неплохой Кстати был от Генерала Раскастованный пицентр Драка продолжается Только сейчас забирает соло Очень битые все Нави В рассыпную Дитиара Также минус Генерал пока еще живет Под фэлс промис Но это ненадолго Генерал сейчас тоже лопнет Это минус 2 На развороте забирает У нас с тем временем соло Забирают пашу Драка продолжается Очень больно сейчас будет Артстайлу Артстайл тоже догорает И Санейко уйдет ли Вот в чем вопрос Одна тычка крит И это минус Санейко Еще Минус 4 На ровном месте В исполнении команды Виртус Про Потеряли только они Двоих Одного саппорта Одного оффлейнера Ну и Рошана Конечно же добьют Да Ну большой вопрос К игре Нави Зачем Оракл юзает Фоллс промис На Санкинга Который все потратил И Дэнди врывается Ну что Что делает Дэнди Умрет или нет Пока что живет Нужно выбраться Выбирается Спиливает елки Идет дальше Там зас идет за ним Есть дезолятор Сейчас может бросить Но не хватает радиуса Для того чтобы бросить кортик Мог бы залететь крит И Дэнди мог отправиться В таверну Опять Дэнди Ну слишком как-то Расхлябанно играют Нави Конечно ВП смотрится По дисциплинировании По сыгрании По собрань Что самое главное И мы видим Что уже начинают Они потихонечку Потихонечку Отрываться по графикам Две с лишним тысячи золота Четыре с лишним тысячи опыта Да Действительно Так оно и есть Здесь и не поспоришь Да Может быть Нави Не разыгрались еще Как вариант Хотя с другой стороны Как ты и сказал в начале Все-таки Ребятам нужно собрать Максимум сил Показать на все Все на что они способны Опять же Будущим им предстоит Драться наверное За второй по значимости Мейн-Ивент в мире дот За мейджор Все-таки за выход Чтоб туда попасть Ну и пока Ну не знаю Я не узнаю Не узнаю этих ребят Пока не показывают Той самой игры Которую наверное Хотят увидеть все Фанаты Нави К сожалению Ну Нави традиционно Собираются Где-то в самый Такой решающий момент Да и в принципе Ну пока что игра Более-менее равная Да чуть они подфидели Но могут вполне Исправить эту ситуацию Вивер сейчас выйдет в линку Что там у Оракла После Госкиптора У Санэйка Пока что ничего не появляется Вообще так По артефактам Если посмотреть Ну как-то все Плохо у Нави Кроме Вивера Который Зафармил себе Драгонлендс Линкенсферу Ничего практически нет В то время как Здесь у Рамзеса Есть Дизоль И этого уже достаточно Для того чтобы Наносить много дэмэджа Я сейчас только что увидел Как Артстайл Кентавром землю застанил На ровном месте Да застанил Врываются на Дэнди Оракл не успевает помочь Нужно помогать Вот наконец-то пошел Полспромис Врывается Сенкинг Сенкинг стоит в стане Забирают Аегис Из Фантомки Очень быстро Ноуана здесь Продолжают разминать Дэнди Фул ХП Ноуан лопается от Оракла Также должны забирать Соло Внести на релокейс Отличная игра от Лила И нужно также уходить Отсюда Паша Есть блинг Уходит Но скорее всего Просто еще Лила отдадут Три в ноль от Нави Очень неплохо Давайте посмотрим Да, Лила конечно Здесь без шансов разрывают Но это было предсказуемо Да, это четыре уже Четвертый фраг Для команды Нави Неплохо Или ты вместе с Лилом посчитал Нет, четвертый Все правильно Очень много всего Было кастовано Под товарами Да, ребята из команды Нави Дерутся очень хорошо Опять же Самый главный Наверное ключевой момент Что вовремя Все-таки засейвили Дэндимона И за счет этого Он выжил Опять же Попал с Промисом И потом смог Токставаться нормально Очень много на него потратили Да, это то Для чего Здесь и брался Оракл Сейвить Вивера Сейвить Самое главное Тимбера Вивера может быть В каких-то Ну, ситуациях Ну, ближе к Лейту Наверное Все-таки Когда там обзаведется Артефактами А пока Дэндис, наверное Самая приоритетная цель Для этого ультимейта Все же здесь Он слишком много урона вносит Дэк Слишком круто хилится То есть Его не забрать никак Даже если ты его забираешь Он все равно Успевает нанести демэж Ну и вот Нави Как бы нам показывает Что все еще У них неплохо Дэнди Находит Рамзеса Но Конечно Фулл-хпшную Фантомку Забрать здесь тяжеловато На фейзах Спокойно уходят Также подтягивается Лил Лил пока что Очень неплохо смотрится На своем виспе Там он еще Когда возвращался Чуть Сенкинга Не добил Вот каждый момент Пытаются выжить на максимум Сбивают варт На миде сейчас Ну и у вивера Появляется Линкен сфера Теперь с ним Будет еще тяжелее бороться Его действительно Очень тяжело взять Проблема в том Что демэджа Пока что Физического Не наносит Практически Команды Нави И Если сейчас Вертус Про Соберут БКБшки себе БКБшку на ДК БКБшку на Фантомке То у Питер Будет практически нечем У ДК уже готовый БКБ Там курьер уже направляется Да действительно Здесь я с тобой согласен полностью И как будет Нави Пока не ясно Блудстон появляется У Дэнди Ну Не сказать что прям Быстрый Но хотя бы уже Неплохо На 21 минуте Хоть что-то Ну и допушивает Вертус Против Временем Т2 по боту Подрубается Драгонформа Здесь уже у нас Находится рядышком Дитя Рапка Хорошей позиции Находится у нас Паша Подкопали тем временем ДК Проблема огромная у генерала Генерал пока ничего Еще не вкастовал Генерал умрет Лип прожимает стики Живет но нет Генерал отправляется в таверну Но это еще не конец Стан залетает И временем по соло Соло тоже умирает Один в один пока размин Здесь улетает просто На лох и пэлил Боже как он живет Дэнди Мона Забирает по таврам Выживает в итоге Пока еще Ноуан Ноуан Очень больно Он там уже под хилл Пошел тем временем И моторакла Гонит ноуан А ноуан умирает Только сейчас Драка продолжается Крит залетает по артстайлу А здесь уже и Вилл Вернулся тем временем Забирает артстайл А драка продолжается Гонит Санейка Санейка скорее всего Здесь не уйдет Спасает его пока Только госкепитер Но Санейка умирает Боже мой Какой замес Какой замес Два в три размен Драка продолжается Дитяра очень больно Неплохо залетает Дэнди Пробивает практически На фулл хп Лила Лил пытается отпиться ботлом Тем временем Лил тут буквально На 60 хп мансит Но Рейлинг Дэс Конечно же Не щадит Воу Боже мой Какие драки Просто все на лох и пэ Там еще еле живой Ушел Паша На Бэтрайдере Телепорты Но вот появляется Блэк Кинг Бар У Виртус Про И сразу драка Выглядит по другому Хотя и сами Нави надо отметить Провели ее гораздо хуже И опять же Тяжело выделить Какую-то команду Всего лишь 700 голды Выиграли за такую Масштабную драку Виртус Про Этого Очень мало Да Очень ровная игра Сейчас в игре Доходят соло Соло Большие проблемы Подкиливается Но нет Версоне оставляет шансов Слишком много всего Да влетело Здесь без шансов Конечно Не такой плотный соло Герой Чтобы выживать после такого Тем более Хастабла у Дэнди Еще удивился Как Дэнди быстро там оказался Это все-таки Руна ускорения Все-таки сыграла Важную роль В этом моменте Хотел сказать По игре Да мы открываем графики Мы видим что 1000 голды И XP преимущество За командой Виртус Про Игра очень ровная То есть пока Еще ничего не ясно У обеих команд Все еще есть шансы победить Нельзя хранить Определенно Ни одну из них Ну и смоки Смоки от нави Давайте смотреть на реализацию Нужно наверное вперед Пускать генерала Все-таки Чтобы как-то цеплять Потому что пока сзади идет Наверное это неправильно Все-таки у него есть блин Если что он ворвется Вот сейчас могут Рамзеса найти Это будет неплохо Ну Рамзес отступает Прочитали ситуацию Увидели возможно Кого-то на вардах Может быть крипов Чена Крипы Чена Нет Рамзес похоже Пока боится Он на развороте идет Подкоп не плохой генерал Нужно сразу поукусить Дэнди боже Как он залетел Рамзеса просто стерлась С лица земли Моментально И теперь Виртус Плэро Просто должны отойти И понимать что Драться им не стоит Не успел там подсевить Лил никак Хотя он уже раскручивал Релокейт Я вижу да Сейчас вот будет он Да увы Там тем временем Еще забрали А Лила да Как раз с Релокейт Забрали Да но здесь Лил все делал опять хорошо Но все-таки нужно помнить Что Релокейт Не моментально спасает И нужно некоторое время И вот пока это Время тикло Успели забрать И Фантомочку Сбить с ней Стрих Затем и Веспа И как-то странно Вроде бы казалось Что читают Виртус Про Рамзес отошел Но вот зачем ты вернулся Подфармить эту пачку Несчастную Кребцов Не я так понимаю Там какая-то контратака Была от команды Виртус Про Все-таки была команда Что сейчас может быть На развороте ворвемся Но в итоге Они не успели На помощь К своему мейнкерре Его к сожалению Стерли быстрее Чем он смог Что-то сделать И по-прежнему Не покупает Блэк Кинг Бар Рамзес Он покупает себе Диффузл Блейд Для того чтобы Лучше цеплять соперника Госкипетр Оракла Справляться с ним Возможно У Сан Кинга Какого-то появится Госкипетр Но пока что нет Пока что только Оракла Сбивать Также Линкен Сферу Можно неплохо С Вивера Но Блэк Кинг Бар Оставляет Но это говорит о том Что Виртус Про Верит в то Что игра еще не заканчивается То что она затянется И естественно Блэк Кинг Бар Собрать на фантомочке Ну можно будет попозже Тогда он будет поэффективнее Там где-нибудь на 35 На 40 минуте 10 секунд Это будет очень круто Если уже он соберет сейчас То само собой В минуте 30 40 Может быть уже там Не 10 секунд А в лучшем случае 6-7 Ну мы прекрасно видели сейчас Как без контроля Особо За один подкоп Буквально Забирают эту фантомку Моментально Так что ну не знаю Насколько это правда Но все-таки БКБшечка Смотрелась бы неплохо Определенно Ну вот сейчас посмотрим Накажут за это Нави или нет Нави должны понимать Что в фантомке Все еще нет БКБ У них есть гем Они все разбили Находят ДК Ой Дэнди немножко Не дотянулся Не туда Дотянулся своим Тиберчейном Драка продолжается Врыв на Дэнди На развороте Очень больно У нас тем временем Тимберсо Тимберсо пока еще живет Под ультимейтом Оракла Драка продолжается На развороте Неплохо тут подкопчик Залетает От генерала Забрали В итоге нас Лила В БКБшечке Находится у нас Эпицентр тем временем По Рамзесу Но генерал умирает И роняет гем Но его забирает Дэнди Неплохо Дэнди не дотянулся Чимберчейном Забирает у Рейлинг Дэсом Тем временем Рамзеса Дэнди умирает сам И из него тоже должен Выпасть гем По идее Или нет Сори Где гем Он по моему Даже его не взял У него не было слотов Он просто вывалился Ну и в итоге Нави проиграли эту драку Три в пять Виртуз Про зарабатывает Действительно большое преимущество Вот она пожалуй Первая драка Которая закончилась Крутым разменом Все очень классно Сделали ВП ДК стоял Танковал В любой момент Мог нажать БКБ И нажал его Только в конце драки Ну и несмотря на то Что Нави Вроде бы тоже выбрали Неплохую позицию ВП очень классно Ворвались вот с этой вот горочки И очень быстро Забрали Вивера Вивер там не сделал В этой драке Вообще ничего Но опять же Вопрос к Нави Имел ли смысл Врываться на самого Плотного героя Героя Виртуз Про Проще наверное Было бы ворваться На какой-нибудь саппорт Или там с Рамзеса На Короняку Его проще забрать Мне кажется Потому что Слишком много впитал ДК Опять же Вовремя То перетянулся Командой Виртуз Про И дали они достойный отпор Опять же Не знаю Насколько это было оправдано Да При этом еще Вот в отличие от фрага На Фантомке Где все разом Нави скастовали В нее все сплы Она умерла До ДК Даже Тимбер не дотянулся А вся остальная команда Ну То есть можно сказать Что генерал Немножечко поспешил И наверное Нужно ему аккуратнее быть Все таки у него Блинк, Фурстав И Бару Страйк Он может ворваться С очень большого расстояния У того же Оракла Таких артефактов нету Как и у Чена Они очень немобильные Это наверное Главный минус Саппортов Команды Нави Они супер немобильные В то время как Кэри у них очень такие Гибкие Но суппорты Мобильностью Похвастаться не могут Здесь же мы видим Веспа Который летает Очень жестко Есть Вич Доктор Но опять же Ему как бы Мобильность такая и не нужна Ему наоборот Где-то встать Вдалеке Подставить свой Десвард И спокойно расстреливать Дабл дэмэдж Использует ДК Уже почти готова Кираса И неужели Нави Отдадут Рошана Да Отдадут Рошана Уже не успевают Далеко они Наверное мне кажется Не думали Что здесь даже Рошана Бьют Да и Рошан Отправляется в копилочку Команды Virtus.pro Забирает себе Гиду Рамзес У Фантомки будет Если что вторая жизнь Ну и Что там Тем временем Там Соло Очень далеко зашел И почему-то Не стал врываться Дитя Раб Видимо побоялся Побоялся того Что рядышком есть иммейты А Соло просто пошел Поставил вижен Ну да Ну и как бы Риск слишком большой был Если ты убиваешь Да-да-да Я почему-то думал Что он сейчас выйдет И просто его убьет Соло Но все-таки не стал Дитя Ра рисковать Кираса готова Тем временем на ДК Теперь физика Его пробить очень тяжело Ну и честно говоря Вот Вивер собирает себе МКБ МКБ даст конечно Какой-то демдж Самое главное Оно будет игнорировать У ворота Фантом Ассасин Но даже с МКБ Ну у него Ну мало демджа будет Очень мало У него с МКБ Будет там 200 плюс демджа Учитывая что это Единственный герой Который демажит Физой Ну это очень мало Опять будет врыв Ноуана И прекрасно понимает Нави что все-таки Не нужно бить Самого плотного героя Здесь тем временем Подцепили Боже как быстро Кончился Дитя Ра Буквально испарило За секунду просто Тут еще сбили Телепортацию тем временем Санейка Санейка тоже подцепили Минус 2 на ровном месте В исполнении команды Виртуз Про Еще Срелокейта Пытались зацепить Но уже некого было цеплять Вот она разница Между Фантом Ассасин И Вивером Вивер конечно может Очень долго жить И Фантомка может так его и не догнать Но для того чтобы Вивера убить Фантом Ассасин Даже с МКБ Ему требуется Достаточно много времени Фантомка же это делает Настройство быстро Мне кажется прям Дети Ра там не ощутили Он прям вот буквально Лопнулся за секунду Очень быстро Да действительно Ну и начинается пуш От команды Виртуз Про Понятное дело Нужно реализовывать Свою гиду бессмертия Пока работает бэкдор Но вот Подходят крепочки Бэкдор уже отключается И Т2 падает Ну что можно на мид переместиться Опять же тут одинокий Одинокий Т2 все еще стоит Там тем временем Сплитуш от команды Нави Улетает сюда Ноуан на деф У Аша Ловит Генерала Отлично сыграно В момент Форстафа поднял его в ветра У генерала нету маны Ну нет Дальше Паша уже пойти не сможет Вот здесь бы релокейт Очень сильно пригодился Как раз таки Забрать этого СК В итоге отогнал И в принципе ВП остаются в плюсе Они забрали двоих Они забрали вышку Спокойно оттянулись Ничего не потеряв У них все здорово Да ну что Давайте глянем графики Пока Ну в принципе Что смотреть Ничего не изменилось Действительно 5000 по голде 6000 практически по XP За командой Virtus.pro Не сказать что прям Огромное преимущество Но Смотрится ВП сейчас На голову выше своих оппонентов И дерутся намного лучше Я не знаю Сейчас посмотрим Возможно Нави действительно Под таврами Как-то смогут От деф Хорошо подраться Как вариант Они ребята умеют Я безусловно Уверен в их силах Но Нужно хорошо исполнить Нужно хорошо ворваться Генералу Что подкопал Хорошо с эпицентром Опять же Чтобы Денди Раскоставался неплохо А тут уже мы видим Что летает Паша Уже готов ворваться Также с блинка Увозить кого-нибудь На лосо Катати Ну и Т2 конечно По миду упал Все еще есть и гида Через 2 минут Только пропадет Подрубается Третья форма От ДК Ну генерал Пытался подкопать Там что-то Выиграть время Но в итоге Тавр начинает падать Прожимается глиф От команды Нави Глифа теперь нет У них Если что И теперь Можно идти улыбку Так подкоп Очередной Генерал очень больно Стал в него залетать Генерал лопнул Ну там на самом деле Фаталити приближается Для команды Нави Потому что Фантомка Купил себе БКБ И оно как раз На центре карты летит И даже без БКБ Врываются в Денди Цепляют его Торакал моментально Залетает куча хила Все это в Денди Разводят на байбэк Также БКБ потратил ДК Но у Фантомки Вот оно приехало И как же сейчас Будет тяжело С ней справляться Да понятное дело Что сейчас ВП отступит Т3 забрали ВП прекрасно понимает Что лишний раз Рисковать точно не стоит Можно еще пофармить Пойти спокойно Опять же есть и гида Развели на байбэк Забрали Тауэр Ну можно отступить То есть Почему бы и нет Пока для них Все складывается очень хорошо Ну в целом да В целом смотрится конечно Грозно Большое давление На ВП уже Ну не знаю Мне кажется На Виртус Про Давление моральное Но чуть ли не с момента Его возрождения Там в 2011 году Оказывается Потому что все ждут Хороших результатов Но вот после того Как куча новостей О том что у них там Свой тренер Массажист Психолог И вообще то что Заботятся об этой команде Ну все поставлено На результат Конечно давление Оно присутствует Но пока что Вот за последние Пару недель ВП набирают Очень нешуточные Обороты Во всяком случае Так замечают По моему Сейчас Дэнди Похоже Найдут Да цепляют Его в лосо Моментально увозят Ну и Дэнди Должны Забирать Конечно без шанса Но он заденайлся Кстати неплохо Это уже хорошо Хороший знак Что все таки Голды за себя не дал Ну Ну хоть как-то Ну и Конечно плохо умирать Но хоть Хотя бы не за деньги Так скажем Ладно в любом случае 30 секунд Дэнди не будет Глифа опять же У команды Нави нет И возможно сейчас Будут под бараки Подрубается Да очередная форма ДК Дефать непонятно как Скорее всего Мид потеряют Мид это точно минус Можно сразу на топ Перетягиваться Как вариант для команды Virtus.pro Да Чем они собственно И пользуются Они все еще имеются А нет Уже нет Простите конечно же Гиды Гиды закончились Т3 упал по топу Ну что неужели Просто так Навио Дадут вторую сторону Ну судя по всему да Потому что они вообще Не собираются драться Вот только сейчас Собираются Но они уже отдали Вторую сторону Нападение На Фантомку Очень далеко Залетел к генералу Просто его здесь стирают Фантомка с одного удара Вырубает Оракла Да 1100 в лицо В Санейко Санейко отправляет В таверну так же Забирает еще и Ванюарстайл А Дэнди здесь один остается Дэнди тоже умирает Ну и уже ГГВП От команды Нави Вот такой вот поворот Да я зашел на ЕГБ Перед началом этого матча Посмотреть коэффициенты На Нави Коэффициент был Вот буквально За пару часов до матча 1.6 К началу этого поединка